Подняли, ну не сильно подняли там армор Да нет, на Экс не убивает с войны Да сам ты на Экс Лайфстиллер Лайфстиллер слабец А вот Урса нет Урса сильнее, вот Урсу Кстати, Урсу-то еще и с Леончиком Ну, я говорю Урса здесь действительно зайдет Как надо Какие еще есть варианты, впрочем, если даже они есть То, наверное, Урса выглядит Хотя Урса, если что, тоже Там тоже, Батл Край жмется Так-то Батл Край все контрит Так Урсы не в этом сила его дэмэджи Ну, у Курисвайп тоже физический урон Поэтому, знаешь ли Ну, знаешь ли, он столько накапливается, что уже Броня не имеет значения Батрайдер бан, мастер бан Ой, 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 ой А чем в Тирсумейлу-то играть? Да, я делаю это Забанены практически все герои, которые останавливают героев в БКБ Можно жадно выбрать любого героя, который в БКБ всех развалит БКБ? Ну, меня Нигма в бане Это уже Свен Мне Нигма нравится, да Ну, он тут был идеален Ну, потому что там ты... Ну, тринтовиканы сейчас просят где-то оп, ты туда чик, шить, убил Так, грамотный пик и, в принципе, с Даксиром, там комбинить можно со Саном Вот этот рэвить просто, и все встанье, и Свен с лопатой Все, секретом нужно кэрри, Урса будет Идеально Да, 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 да нет, зря вы так на лайфстилера, он здесь хорош Он здесь хорош Не возьмешь против Свена? Матрешка Матрешка Кого еще, кого еще могут взять? Давайте быстренько, быстренько Брандшторм Быстренько, быстренько, так Может, он ассасин Остался ккарри и суппорт Ну, кэрри, кэрри, я думаю, что сейчас выбор кэрри Может, Пип включит какую-нибудь луну и устроит реальный пуш Даззл Даззл Не смешно Нет, ну тут он уже получится Не смешно вообще Луна тоже не смешно вообще Луна это плохой против Свена герой По-моему Их будет пять И против Дарксира тоже Они будут вместе идти Против Дарксира она, как раз таки одна из тех, кто всех крип-опу динаевает у него Ну нет, я имею в виду в драке, там просто создается эти стенки и все, ульт уже куда-то улетает Знаете, Сталк, про кого-то уезжает Это лесной 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 Заркачивается А ЕГЭ-то нужен тоже герой лесной, скорее всего А Бессмастер-то в бане А Бессмастер в бане, а думаю сейчас можно тоже забанить? Да И Баунтихантера нету, когда униксу, который был блазил вчера Ну а Мирана осталась та самая, которую он банил на первый пик Ну она ужасна здесь Просто ромить Просто ромить Ну она вообще бесполезняк будет Ну сравни Мирану и Найтсталкера А Мирана, если в начале не попадет 15 стрел из 15, то она будет вообще посредственная ЕГЭ зашел бы Мипарь Что, кстати, забавно, есть энчатер до сих пор в пуле, то есть ее можно брать Но ЕГЭ, видимо, энчатеры совершенно игнорируют Ну вообще, Мипарь как саппорт четвертой позиции, как в свое время Лизард играл Да Или ММА И ММА играл, еще кто-то играл И Нотейл играл, в конце концов Тут как бы, а у Ешки-то, ну есть инвокер, есть Леон, да, конечно, но не совсем А Легион командор в лесу? Свардар неплох, в принципе, может быть это небольшой риск, что не будет кэрри на кэрри Небольшой риск, что не будет кэрри, но Свардар был очень хорош Свардар казался неплохим героем Он был вообще очень крут Но его убрали О кого мы говорили? Урсумы, да? Ну, Урсу и Свардар мы и думали Урсу и Ванговали, Спектру не отменили вообще-то, но Спектра Леон такой силайн Лайн такой себе, но по игре вообще-то это жестко, у них очень глобальная строта Да, Насталгер кругом бегает, Фурион кругом летает, Синвокер тоже там санстрайки помогает Вижена многое, то есть неплохо еще там Думу убрали, но это тоже читалось Есть Волк для Сикрет, кстати Волк для Сикрет есть Волк неплох Да Здесь будет жесткий сплит-пуш, много суммонов Ну, если Егей сейчас возьмут не Легиона в лес, от Света У них от пуша действительно достаточно мало, их можно задавить Да и даже по игре очень много сплит-пуша, БКБшный Волк тут съедает всю команду С Абузалом, он даже посильнее Свет смотрится в драке У меня кажется, у эфира остался выбор только Мирана из лесной Ну или вот так Ну или вот Пугна Решили полностью унитовиков Нет, это очень хороший пик И Урса, кстати, тут уже не так хороша И вообще любой единственный кэрри не так хорош, потому что Декрепифай сэйвит от любого сына Но есть Спектра, все еще Поэтому тут-то Пугна не особо будет королем против Спектры Спектра хороший пик Спектра здесь просто диффуза берет По-моему, она здесь лучший вариант Лучший в мире вариант Разве что линию надо защитить, но все-таки Night Stalker Или он инвокер санстрайками, если что-то там Дарксира можно убивать даже Террор Блейд? Да ну его Он же высасывает Ну или Зионистов против Свена брать это все-таки фигня И Пугна высасывает И Пугна высасывает И Эмбер Спирит Все-таки Эмбер Не худший вариант Но мне Спектра больше нравилось Спектра больше нравилось, конечно Ну что же Но неплохо Эмбер Что же, ребят, третья решающая карта Полуфинал, последний полуфинал Винарова Evil Geniuses против Secret начинается прямо сейчас И мы передаем слово нашим комментаторам Спасибо огромное, Иван Ну что же, действительно, третья решающая карта При тем, как начать, наверное, стоит немножко извиниться За то, что у нас чуть-чуть упал там на две минутки стрим Извините Местные техники твича И наши ребята работают над тем, что все было круто И все будет круто, уж поверьте Ну что? EG или Secret? Роман? Ну мне вообще нравится Дракту EG интересный Действительно, вот это Пугна Никс, то есть они полностью решили загнобить первые три пика Это геройный интеллект Ребята Secret И вообще очень интересная игра намечается Но Начать трансляцию этой игры нам надо начать с того, что Пугна нам не нравится Потому что Пугна здесь не такая, как мы привыкли Она с масочкой тут Пугна Если вы не знаете, в китайском клиенте запрещены черепа, кости, кровь, кишки, мясо И поэтому здесь все-таки более няшная Здесь очень, вот видите, вот вы Пугну, если вам сейчас покажут наши обзерверы Вы увидите, как она довольно интересно выглядит в доте Вот видите, вот так вот она выглядит То есть нет у нее Не, ну тут, тут, это наши А, это наш клиент Да, 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 это наш клиент Тут нормально видно, да В нашем клиенте видно ее нормально А вот тут на большом экране, к сожалению, вы этого не видите Но на большом экране Пугна здесь такая, в маске, то есть нету костей Интересно Да, но суть не в этом По героям У нас начинается игра Действительно, давайте пройдемся быстренько по героям И команда Сикрет Пай, Лай, Дай уже бегает на Леоне На котором у него в первой игре получалось просто великолепно исполнять Этернал Энви Энбер Спирит Далее Пупей Найт Сталкер Мизери Нейчерс Профит И, естественно, в 3-3 на Инвокере Да, ну и у команды ЕГЭ Пипеди сыграет на Вичдокторе Сумаил будет играть на Пугне Фир на Никсе Дараксире, конечно же А кто же еще? И Универс И Артизи на Свене Но и обрати внимание на то, что Сумаил будет играть не на соло мид Никсе Это все-таки будет Пугна в миде Да, да, да Потому что мы уже видели, как Сумаил исполнял на Жуке Вчера Да Против Матики получилось Ну, учитывая, что ЕГЭ сейчас на сцене Абхнатик играет вечером Неплохо Да, в итоге действительно вышло неплохо И отжимают руну Кстати, на топе там тоже сейчас битва за руну И интересно, кто же ее отжимает ЕГЭ ЕГЭ забирают обе руны Это что-то дозначит Как всегда мы говорим 72% винрейта у команд, которые отжимают первые 2 рун Ну, поглядим Действительно, так оно будет Потому что я всегда в матчах, которые 2 руны забирают Всегда говорю, что тех, кто забрал 2 руны, выиграют И забываю потом проверить после конца игры Не, ну вообще То, что человеки забирают 2 руны Иногда говорит о том, что просто на начальных уровнях ребятам нечем драться Которые эти руны упускают Ну, конечно, да То есть Фурион, он не боят Сталкер Ну, такой средненький Инвокер Тоже там одно заклинание какое-то вкастует И все Ну, Леон норм А у ЕГЭ и Свен со станом, и Никс со станом, и Вичдоктор с казками Ну, собственно, есть с кем бороться Юниерс Да, да, тут Юниерс Гоняют Слушай, ну это может быть очень опасно Ну, уйдет Уйдет, конечно Но, видимо, огромное количество хп он здесь потерял До второго левела совсем чуть-чуть С вторым левелом, конечно, проще Но пока решил, наверное, Юниерс Можно уйти сюда на точку луо и попармить там Да, ну и на своей сложной стоит у нас Мизери Который уже уровень 2, который с тапочком И которого убивать здесь должно быть очень легко Все-таки два героя с оглушением И Вичдоктор, и Свен Они таких пацанов на завтрак кушают Ну, да, тем более, что у Свена есть топорик Так что как-то закрыться там от него, улететь Потом не выйдет в ближайшее время Да и не только в ближайшее время Что тут надо Мизери быть тоже предельно осторожным Ну, вот он Юниерс оформил двух хрипов в лесу Есть второй левел Можно сбегать домой, потом вернуться опять-таки в сложную Ну, или можно и возвращаться в сложную Просто побежать в лес Да, и в миде Сумаил против V3-3 Я не знаю, насколько Сумаил крут на Пугне Сумаил крут на всех Это по определению, это понятно Но на некоторых он, я думаю, еще круче может играть Потому что на некоторых героях он практикуется очень часто И вот Пугна... Мне будет интересно посмотреть Вроде бы персонаж не слишком сильно требующий какого-то супер тонкого микро Но при этом со своими фичами И Decreify его может спасти в определенный момент И помешать очень серьезно тоже Ну и собственно, мне будет интересно за этим понаблюдать И естественно у нас Envy на своем супер сигнатурном Ember Spirit На котором у Secret в последнее время там Винрейт, я не помню сколько процентов 30, наверное, 35 А если вспомнить их игру против EG на финале Винерово франковского мейджора В третьей решающей карте Случайно играл не Ember Spirit или Envy Ну, я вот сейчас пошел уже смотреть Мне уже прям стало интересно И я сравним И это первая кровь от команды Secret И забирает ее Кто? Он еще и Ward the Denial Да, забирает ее Леон Я так долго разговаривал Первая смерть от EG Да, действительно, в той последней игре был у нас Ember Spirit Я оказался прав, но, к сожалению, был он не у Secret А был он у команды EG Да, вот, 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 вот Что-то как-то я перепутал А два раза там играл на Ember При Eternal Envy первой на второй карте А на третьей Ember Забрали, собственно, сами EG И ту игру проиграли Ну, тут пока у EG очень стабильный Свен И очень стабильный Артизи на очень стабильном Свене Хотя в прошлой игре он очень стабильно не нажимал BKB И из-за этого у злогенев были огромные проблемы Ну, смотри, решение этого вопроса есть два Первое – это нажимать BKB Второе – не покупать его То есть, учитывая наличие героев у Secret Таких, какие у него есть Такие, как Леон, Инвокер, Сталкер Эмбер БКБ здесь надо Я бы купил, наверное Да, поэтому выход у Артура 1 Нажимать это самое BKB По-другому никак Но, тем временем, у самого ганг от команды Secret Очередной И будут они пытаться зайти в спину Сумаилу во второй раз Всегда так забавно наблюдать, когда идут убивать Сумаила Зал так начинает радоваться Да-да-да Зал в диком восторге Сумаил Вы слышите эмоции из зала, но тут есть ТП Копнули Сумаил Больно очень И это Бано Чтобы люди поняли, что произошло Четыре героя команды Secret Убивают Соло, Мид, Пугну У меня один вопрос Да Где остальные? Не-не Вопрос такой Наводящий Да Чем интересно в это время занимаются четыре оставшихся героя команды ЕГЭ? Ну Например, я вижу то, что Фир, Лесной, Никс Вот, Фир, Лесной, Никс А у него замечательно получается Он четвертый с половиной уровень Дарксир четвертый с половиной уровень Свен Вообще топ-1 всего, чего только можно сейчас придумать на этой карте Да, хороший подкоп, кстати От Ой-ой-ой Я думал, побежит за подайдаем еще артизер Не, не стали рисковать Не, у меня просто Может быть ЕГЭ решили, что все-таки слишком много ресурсов тратится на убийство вот этого одного героя И намного выгоднее будет просто напросто не сейвить его Так правильно, все, продайте Пугну Так они так и делают Фишка в том, что Пугна это как раз персонаж, которому вроде бы хорошие слоты Ну, прикольно, когда они у нее есть Ну, вроде как нужны, да, но неважно Ну, вроде как и по барабану Потому что на Ну, Тапок бы не помешал явно Тапок бы действительно не помешал Тапок уже, кстати, скорее всего летит Потому что главное сейчас для Сумаила наврать хороший уровень Если он наберет хороший уровень, ЕГЭ уже могут пытаться начинать навязывать замесы Ты ставишь просто палку Там Лион, который себе лицо разбивает Там Инвокер И, ну, Фурион так, частично, но тем не менее И вы можете уже нормально драться Независимо от того, какой на курсу Пугну Главное, чтобы по левелу она не сильно проседала Конечно, вот эти частые смерти, они еще и Экспириенс немножко отбирают Ну, в плане того, что ты его не добираешь И вот на фоне этого могут быть тоже некоторые трудности Вот добавление Аирон Талона Вот действительно это артепак, который помогает Жить вот таким вот лесным героем Лесной Никс Недолесным героем, я имею в виду Недолесным героем, которым было очень тяжело И ЕГЭ, отмечаем, опять-таки Очень любят играть всегда с этим жадным четвертым Четвертой позицией И в группе так делали, и здесь плойки так делают Смотри, что получилось Тут дело даже не в том, что это герои жадные Дело в том, что просто, ну, стиль такой Да, сильный Пока нельзя назвать жадным героем Чё ему? Ну, вроде бы... Ну, имеется в виду, что это не два Сумаил нападают И очень неприятно, может быть, для... Копают! Копают! Фира Сумаил живой Тут Юниверс Ну и теперь ответочка от ЕГЭ Полетели кассочки Кассочки влетают по двоим Под коп от Фира И все живы, все здоровы Все разбежались по домам Ну, вообще, я скажу то, что три героя Да, Юниверс только прибежал на него Не будем обращать внимания Только что три героя Прогнали четверых с мида Это еще при том, что... Жук изначально напоролся на импейл от Леона И поэтому не смог дать свой импейл вовремя Ну, и Фира сразу же убегает обратно себе фармить на него Дарксир повесил Айоншелл Фиру фармить вдвойне интересней Да, скоро будет Вендетта Скоро будет веселее У него там Арканы и Вендетта Это хороший тайминг Потому что, когда появятся Арканы и Вендетта Инвокер в миде Ну и Спорты Фурион Фурион вообще не может себя чувствовать в безопасности никогда Это просто будет нон-стоп беготня фактически На всех трех линиях И вниз, и в мид, и в топ Можно будет выдвигаться, что-то придумывать Ну, и... Ну, они действительно так могут На Леона сейчас, мы видим, внизу немножко оставили пофармить Ушел Эмберспирит в лес ненадолго И... Таким образом, Леон добирает себя Хотя бы тапок грейджный Ну, возможно, сразу Без даже грейджного тапка Без каких-то там елбасов Попытается выйти в Блингдаггер И вот они, Арканы И там совсем-совсем скоро Должен быть шестой уже у Жука Да, вот, буквально пары крипов ему не хватает Можно будет уже нормально роумить Жуку, конечно, будет не совсем приятно Когда у Пупье, например, появится Аганимгем На Сталкере И... Таким образом, Жук Он просто потеряет всю свою актуальность Но я думаю, к тому моменту У него уже может быть Блинг И... Инициация от него тоже Должна быть на уровне Так просто битый у нас с Энви Слишком битый Где-то у него расхарасило По-прежнему бегает Отпивается Никуда не уходит Пойдет, наверное, и в мид А, да, пошли перемещения Неинтересные там от ЕГЭ Все У них сейчас должно быть завязано на одном На том, чтобы Артизи выформил И вышел на ту самую крейсерскую скорость На которой он вышел в первой игре Виха Тем временем У Секретов получил Hand of Me Да, с восемь с половиной минут Неплохо Ну, Артур, да, стандартный Свой билд Показывает нам То есть, Доминатор Дальше Ну, знаешь, тут та же проблема Например, которая была и в первой игре Которую проиграли злые гении Благополучно Благополучно Но они проиграли уже, мы помним По такому причине Потому что, как там, кентавр еще гоняется за Энви Но Энви остался живым Там не суть важна, да Так вот Со Свеном БКБ Тут пока нечего делать И ничего Секрет не смогут с ним поделать Ну, ровно до минуты, там, не знаю, где-то 30 Наверное, пока у Эмбера не появится Хотя бы Хоть минимальный отспам Да, чтобы он был Мог больно отбиваться Опять-таки, бросайте самые фисты А вот Артизи Но вопрос в том, Артизи пойдет ли он в БКБ сразу Или все-таки начнет с Инжиньяша Скорее, если начнет с Инжиньяша Куда летит на Сумаил? На нижнюю линию Почему-то прям во время атаки летит Сумаил Проблема у Мизери Фир есть Бласт и это минус Мизери Отлично, ловить Пайлайдай можно Фира нету маны Не видели, не видели, куда ушел Леон там на верхней линии Также идет сейчас контратака Нападают сейчас на Артизи Артизи подрубил ГДС Нет, он, кажется, закончился И в итоге он просто не может бить Потому что Свен не двигается Милешник В общем, слишком много проблем Айтепеди также здесь встреет Там минус 2 делают ребята из команды Сикрет Да, на топе потеряли Мизери Ну, на низу потеряли Мизери Но, кстати, могут потерять также Тавр Там тем временем Юниверс Пайлайдай на него Ой-ой-ой-ой-ой Пайлайдай Наказали Просто наказали Значит, Пайлайдай на этом Леоне Начинает быть похожим на MVP этой серии Как бы это странно не звучало Не, он хорошо отыгрывает Очень хорошо Блестяще Сумаил Сумаил Эндвей подвязывает Пайлайдай Сумаила заманил Хорошо Сумаил без маны Капули Эндвей тоже особо без маны Точнее, не особо вообще без маны Сатстрайк там летит И в пугну попадает Миха И китайский зал Сейчас просто выл Фир мог зайти под центряк Это было бы круто Мне кажется, каждый раз, когда убивают Сумаила Здесь просто-напросто Я не хотел сказать одну шутку Про то, что здесь рождается еще один китаец Но я не скажу ее Конечно, не нужно говорить о тех шутах Отлично, Эндвей Просто отлично Да, ну я не думаю, что его получилось бы все равно убить Ну ладно 6-1 Сикрет ведут Сикрет очень неплохо ведут Да, мы видим, что и по деньгам они потихонечку совершают вот этот рывочек Нужно больше активности от Фира Конечно, конечно Не помешало бы так Вот он, вот он Фир Уже с Грейджиными стиками У него все очень хорошо Но опять-таки мы понимаем, что... Вот этого пацана ему желательно бы ловить Просто фишечка в том, что... Всю игру ты его не будешь ловить? Нет, ты его можешь ловить всю игру Если у тебя есть нормальный плюс один А Фир пока просто в одиночку бегает И в одиночку с Мизери ему справиться очень тяжело Соответственно, должен кто-то еще быть на линии А ЕГЭ пока где-то на миде все фокусуются Что барабаны появляются тем временем у Вихи Довольно быстро опять-таки все происходит У Вихи отличные артефакты как на 12 минуту Барабаны, Мидас Это великолепные артефакты Ну да, это просто шикарно Еще с нулем с Грейджиным, Мэджик Вондом и Стапком Ну прям вообще космос Это действительно космос И еще раз мидас, что зарядит Вот здесь ранее Это будет важно, что тем временем здесь Ой-ой, интересный момент Стоит Вард, Вард надо разломать Разломали Вард, он куриона полетел и уходит ЕГЭ отсюда Или все-таки останутся? Я не знаю, они в курсе, что с пугной вообще делать Вот сейчас действительно видно, что они не особо концентрируют свое внимание на этой пугне То есть Сумаил ставит Вард Вард начинает ломать форги Д ЕГЭ просто забивают болт Хотя в идеале, наверное, должно происходить несколько иное Наверное, да Они не включают внимание на то, что кричит зал И зал кричит каждый раз, когда смерть бросит Сумаилу Меня они просто сбивают Они начинают кричать Там два человека рядом с Сумаилом Все начинают скандировать Я думаю, что происходит? Может мы что-то не видим или что? Нет, все нормально, не паникуй Я уже этот баг нашел в системе Я просто первый матч здесь комментирую Там Артизия умирает Артур побегает И санстрайк Артур, это минус Артизия И проблема у Артура Проблема у Артура Обычно мы, когда наблюдаем игры с Сэсеном на этом турнире Мы видим, что просто начинает с минуты седьмой И он разгоняется У Сталкера уже поинт-бустер И у Сталкера уже половина аганима почти готова То есть мы Я говорил тогда про то, что когда у Сталкера появится аганим Вообще Жуку будет очень тяжело инициировать Ну да, потому что это будет аганим гем И все, и ты не подойдешь Вообще никак не подойдешь И позиционка будет ломаться очень жестко Как-то прыгать, но это опять-таки сложно будет А против Эмбера и инвокера очень тяжело играть, когда ты их не видишь Потому что в тебя постоянно залетают эти фисты откуда-то из ниоткуда В тебя залетают торнадо, там метеоры, бласты Что делать, непонятно Откуда угроза, тоже не совсем понятно Так, видит Мизери, может постараться что-то с ним сделать А что он с ним сделает? Нужен плюс один, он Мизери или убьет? Он под Эншелом был Эншел нормально продамаживал Преона Там добрых пару сотен здоровья ему снес Тут Сумаил встреет Неприятно Сумаилу есть здесь под хил Работает в луга ресторейшн Да, и вот теперь, наверное, вард надо разломать И спокойненько продвигается в мид Дальше ребятам Энви Энви заходит в бочину ППД Энви, ну, не стал прыгать за Вич-доктором по Тауэр Не было вижено, действительно страшно Вот сейчас ситуация абсолютно нетипичная для такого Свена И для Свена команды ЕГЭ Потому что он уже начинает отставать по фарму Причем нехило Инвокер очень классно стартанул Сделал несколько фрагов Собрал себе Мидос И уже несколько раз его использовал Да, вот, но показывает Эншелом На которых может сейчас Свен это все компенсировать Но главное для ЕГЭ сейчас не пропукать замес Если они сейчас проиграют замес Они могут Эншелом в итоге отдать Пока защищает Тауэр Мы видим, находятся здесь Пятером и Валжиниус С немножечко далековато Энви Там Шукриона Мидос Я только обратил на это внимание Ага, вот так вот решили сыграть На дистанции, на дистанции Эти два Мидоса, они приносят Ну, ты знаешь Отличное начало, почему бы и нет Артизи сыграет Ну, вообще, да, это хорошая логика Посмотри, как круто сейчас Артизи фармит все Ну, Артизи знает, что делать на этом герое В этом никто абсолютно не сомневается Если что, разница только что была в районе полутора тысяч Ну, догонит моментально Барабаны появляются также у Сумаила Блинкдаггер появляется у Артура Ого Решил агрессивно выбивать Да, у него Огрклаб есть То есть он мог бы, теоретически, купить себе сейчас Блэкингвар И, возможно, это было более верным решением Но, скорее всего, ставка сейчас Ну, по крайней мере, как... Что надо идти драться по Кафир актуальнее Да, и пока еще есть возможность нормально инициировать Пока противник, возможно, себе какие-то Блэкингбары не купил Может быть, тот же Инвокер себе его купит Потому что есть тяжка Дараксира условная Есть молоток Свена И это все можно офигенно комбинировать Плюс еще может Дикс туда капнуть То есть ауты есть У ЕГЭ с таким пиком можно выигрывать почти из любых неприятностей Вытаскивать игры Да, Тревелатом вы видели Появились у Eternal Envy Все очень хорошо у Джеки Там в Мидсанстрайк на ход Сумаилу Не точно Ультимейт просто залетает Это минус Сумаил без шансов Пайлайдай, Килинг Спри Пайлайдай вообще не церемонится 1-4 у Сумаила уже статистика Но я помню эти игры, когда его гнобили Тогда он еще на Штурм Спирити катал В итоге он бегал с Бьен Гадлайком Да Но здесь герой немножко иного плана Но я не знаю Может, хватит реально его продавать Мы, конечно, говорили, что пугной можно иногда пренебрегать Но не настолько же, в конце концов Ну что же, показывает нам Курьера Почти добили 14 хп, у него осталось Курьер, он старался Не вышло, немножечко умеет Забрал еще Курьера Это еще был бы один удар По команде ЕГЭ Но не получилось Длиннагер хочет в Инсеникс, наверное Снизу Арти изиловит по Лайдай По Лайдай Хекс Ииии... До свидания чего хотели все замечательно делает беру кошмир и стаще вообще замечательно еще раз повторюсь если дальше будет так все происходить то кстати да у него хекс 3 качаный какой у него вообще там уровень ходит у него не нормально нормально вот у него просто очень высокий уровень поэтому их x3 это замечательно ли он иногда можно и в единичку качать просто потому что у него со старта он имеет очень высокую длительность действия ну был бы он единичку там попал не сделал но он две секунды там полсекунды санга не успел кину может быть это что-то шамана он очень короткие там секунда 25 кажется на первом уровне вот была попытка принять героя который летел с телепорта на вышку да подрубает нас артизи ддс на топе кстати разгренивать мизери так что этот плюс опять-таки для команды секрет есть а есть топорик есть топорик достан кто-то будет давать это не то дерево прогрыз прогрыз дерево и в итоге его заменила стационарное дерево из на тур доты и артизи злом на артизи халк бить я вас халк бить да это действительно было на это похоже со злости просто артурка начинает рубиться джиньяша собирают вот это может не погоди эту артизи с инжиньяша будет а у кого да это это может быть настолько роковой ошибкой артур я потом кроме тебя нормально нормально если она ему пригодится если сейчас будет хоть одна драка где он да не будет проиграть и я все это будет нормально сия а не бкб к этому моменту сия будет нормально я просто сгорю к чертям я сама по себе сия хороша потому что ты быстро фармишь это понятно и он быстро на фармите бкб вот и я думаю что здесь будет какие-то драки в ближайшие минут 10 от секрет важных что им просто-напросто толком и нечем драться не 2 медаса и травела но они возможно и не собираются пока никуда да 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 может в этом и расчет что окей там у одного медаса у второго медаса третьего травела и найтсалкер собирает агоним их пока ничего нет ладно куплю сию разгонюсь потом да потом бкб после саши яша если он возьмет что-то а не бкб тогда это будет потрачено да причем сейчас вот прям под вардами бегают егэ очень много времени теряют вот увидели увидели да это посмотри во что это вытекает это 6 тысяч преимущество на творцу уже много это уже очень-очень много я бы сказал таки жук нашел и и наверное надо вообще с подкопа начинать да вот с импейла о какие кусты замечательные как все замечательно разыграл а а можно жука показать жук вторые карапасы вот третий только-только прокачал секунды не хватило этой секунды так слишком не рассчитали тайминг егэ вот ошибочка опять микро ошибочка вроде бы микро ошибочка а вроде бы это отсутствие фрага на коре на вашем герой на самом важном герой на данный момент на герой который будет разгоняться очень сильно что что это такое не знаю вот вот не могут они поймать сейчас энви до формит артур на топе и вот три героя команды егэ пугна бесполезно абсолютно бесполезный герой сейчас он полезный будет наверное только если будет стоять и переливать свою хп смену в драки ну вообще-то вообще пока вы получается именно то что непонятно как и уязать и самая странно что видимо не только нам не понятно как вывязать потому что я команды этого героя ну да ну как зачну вот вот непонятно как в этой ситуации проявит себя этот герой но просто сейчас мы видим пугна идет на кунтом шестом месте по нетворсу уступая драк сиру и на таком этапе уже отсутствие слотов будет сказываться на одном простом факторе умирать она будет за первых пару секунд драки вот появляется и аганима немчик у ее как же тяжело сейчас будет американцам как же нереально сложно им будет до секрет пока что выглядит крайне уверенно надежда всегда остается на связку dark сирс вен тут я думаю никто спорить не будет но с аганимом на stalker и очень тяжело первым начинает драться если мы постоянно раньше горели на тему рода пойдите вы наконец-то нападите дайте стяжку дайте станчу вы терпите чего играть от защиту дамы и все такое сейчас ты просто не можешь атаковать потому что ты ничего не видишь ты слепой и таких условиях драться почти невозможно да вот энви сплите топ уже добирается кир 3 в это время егэ только-только добрались до кир 2 вышки артизи медленно-медленно ее рубит пошел еще глип есть несколько человек здесь забегает у нас пупей видит абсолютно все есть тапаут если паут пир собьют ли ему нет не сбивает ему и вот теперь можно ловить артура можно ловить артура пупей за сайлент сил сумаила бежит пайлайдай кого-то копнуть надо бы пайлайдай слишком быстро убегает егэ пошли барабаны пошли барабаны будут догонять пипеде хиксанули артизи пытается сделать фаут пипеде уже таверну отправился поймали также у нас умеет астрайк просто моментально взлетает ему в лицо это еще минус сумаил погоня за юниверсом он ставится это минус 3 уже сделали ребята из команды секрет ну и универс должен выходить должен а как они восстановят в бой и пуре он и пуре он и сайленте и закрыть и рубить просто-напросто универса спину минус 4 секреты просто браво вот этот агоним на сталкере только что и позволил все это сделать до что была информация о местоположении егэ егэ не захотели принимать бой вообще улетел фирса старта я не совсем понял этот фильм я не понял даже где он умер я не увидел где он умер а он на топе эмбера отпушивал наверное от соло эмбера умер если он умер я не обратил он умер он умер я не понял где тогда он значит а вы мировым просто где-то снизу там не особо-то его были рожан заход на рожан бф появляется у энви рошана забирает секреты боже как же круто сегодня каждый игрок команды секрет исполняет каждый виха на airspirit и envy тоже отыгрывал на спектре шикарно пупей сейчас отыгры полайдай вообще просто супер мизери на пури на этом на медведя игры здесь больше вообще блестящая игра просто секрет именно переигрывают сегодня егэ гегэ такое чувство будто вот тут просто не разогрелись просто не знают что что им делать как как действовать что собирать как нападать не нападать если у них герои хорошие мы помним первый драфт он был там 50 50 с небольшими поправками там в пользу егэ гегэ очень сильно на ошибались в итоге проиграли во второй игре у секрет были проблемы по драфту которые наши аналитики разбирали потому что просто жадно все было их задавили окей но сейчас опять в условиях где все плюс минус равно секрет просто переигрывают ну и показывал только что нам рустам 4 суперкор артефакта появляется два аганима battle fury и mile строма у команды секрет энви 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 саря а вот это вот зря это было очень и вот теперь кстати интересно почему он вернулся именно сюда не было видно нам где находился второй ремнант но если он был на другой линии то это скорее всего ошибка эмбер спирита может ну то есть улетать и возвращаться на эту же линию это не совсем думал что его опять таки в соло один герой там гонгирует или что-то такое нападение так а ну ты все равно возвращаешься на эту линию это неправильно если ты собираешься убегать надо убегать подальше ну ошибся немножечко джеки здесь ничего страшного убили поймали впервые за игру тесте временем артура пайлайдай сан страйк сайлэнс артур и как сейчас бы с саши яшей по лесам побегать ну ты знаешь как бы она не казалась перескорбным наверное все таки стоит с тобой согласиться что было бы бкб его бы не убили здесь со мной вообще часто стоит соглашаться не всегда но опять-таки да он он бы меньше форме с этим ну опять-таки у него 2900 то есть ему 1000 до бкб не хватает даст бкб он бы здесь не умер снизу он бы и снизу он бы не делал тп он был развернуться и дрался наверх смотри мизери куда сбежал мизери как больно с руки сейчас будет наваливать если будет он наваливать это будет не вряд ли дезвард хорошо а мизери больно очень пепеди отлично отыгрывает пепеди стяжка еще на стенку пупея как больно пупей погибает гем 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 забрать гем забрать главное хорошо там убили вроде бы двух героев пофиг на эту пугну ай ты знаешь туча сэнви будет убивать людей туча сэнви будет убивать людей энди полетел за пиром связал хекс пойлайдай все еще жив боже каким чудом живет вообще пироху смерть а нет свена нет единственного подчеркиваю опять единственного героя который может драться и гэ вновь играю через одного сильного кора и вновь его не это ставит полкин в колеса ну вот вроде бы всего по мелочам но все эти мелочи вытекают в то что и г проигрывают по всем параметрам пока что возможно что-то изменится возможно они смогут напасть 1 возможно где-то подставится кто-то из секретов например как-то member spirit или кто угодно но пока что секрет просто молодцы что же посмотрим что будет дальше 15 5 7 0 5 3 0 6 пойлайдай я продолжаю настаивать на том что на данный момент это mbp этой серии но я не знаю так не так поддержит меня аналитик либо не поддержат они мне вообще честно не слышит что они сидят вот здесь возле нас как они вообще нас никогда не а там просто я их понимается просто невероятным образом жарко у нас студии аналитики да там всего 35 градусов по цельсию да там пытались охлаждать китайские наши коллеги как могли но это нереально там просто пекло я там вчера сидел и работал да и ты тоже ты помнишь уже с ужас вообще да у нас было небольшое лирическое отступление потому что все равно в игре ничего не происходит идет фир все по всем забрали это важно да отжали гем это на некоторое время конечно поможет плюс день на дворе то есть недоброе для найт сталкера время суток и можно конечно попытаться это обыграть вот блинк на десе очень важно иметь блинк на десе и блинк на своей не тоже очень важен бкб тоже у своя но кажется должно подъезжать 3 800 не хватает буквально пары сотен и если они сейчас пойдут драться без блэкинг бара и проиграют но это вряд ли они будут драться потому что видим далеко некоторые не уже много раз так делали они уже много раз шли драться с кулдаунами без артефактов вот он блэкинг бар на инвокере очень правильное решение как по мне от в 3 3 потому что если бы его туда заживала в этот вакуум станция на карабаса и еще что нибудь да его бы тоже уничтожали водят егэ действительно не будут драться нужно артура этот блэкинг бар все-таки себе вынести вот она бкб скоро прилетит цену и свент станет немножечко сильнее 130 дороге топает stalker правильно правильно куда же без гемом мы вы видели что с гемом все очень сложно и к тяжело зайти и к тяжело что и к тяжело даже убегать блинку энвити временем а вот это тоже очень интересно почему потому что блинком конечно ты можешь подмансить малость так у нас там пошел даркнесс куда-то пойдут в смоке сразу же секреты envy ни разу не палится ну хотя может очевидно как обычно вроде мизери конечно красавчик мизери праве вот видят все да и на холд позишине становятся сейчас егэ и кстати можно здесь попытаться подловить там инвокер смотрят сверки переключает начинает вставать до в два уже векс поэтому и там и тормадо уже более-менее все понятно что сейчас происходит и гони уйдут скайграунда ой 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 именно так а это опасно рамба запрыгнул боже эндри ты что творишь джеки что делать джеки просто врывается чертами куда и умирает открывает смотри нажимаешь табу открывается такая табличка сбоку нажимаешь на него имеют интенсионал вид а ладно шут мне не надо это было реально это было делать это сто процентов у вас все отлично вы сбрели героя вы забираете товар последний т2 отойдите пойдите не знают где-то подавили куб ну как там же станом немерено у тебя нет летки у тебя же были инки всего просто психанул джеки я не пошел это шикарно конечно я нет не вижу к сожалению я не вижу его лица вот он сидит монитором просто на закрепил как зал отреагировал и это было нечто они тоже немного были в недоумении что произошло мягкое выражение чувств интересно но в итоге на минуту откладывается все что вообще хотели и думали секрет и г стояли зажатыми на базе было жутко страшно они потеряли своего мидера но внезапно егэ понимает что все нормально всегда все нормально и шанс есть всегда тем более когда джеки можно опасно никс с гемом он заметил виху да и подрубается даркнесс теперь вижена вообще очень-очень мало у егэ ну что ж гегэ просто неудобно вот и все они постоянно бегают они постоянно слепые очень много про его не видят они уже начинают там быть панетворсом ну как они начинают они уже минут 20 проигрывают панетворсом только вот последних минут 15 это действительно колоссальная там сумма в 12000 там кстати у нас бегает stalker stalker понимает что он почти неуязвим и вот ай-яй-яй универс и университет джебл сумаил сумаил бежит сумаил осторожно сумаил скоро будет вообще погибать фраг это просто булка скоро появится аганим кстати станет немножечко полезнее станет чуть более плотной булкой такой черствоватая немножко но то что тот факт что он булка почти не изменится итак 2900 3000 у артизи 17 сумаил 03 победе 805 у вики 306 по элай дая так давай подумаем что можно было бы приобрести артизи это как мы уже говорили может дай дал может быть это кираса и и разу то больше никто не купит кроме него тут вообще в принципе никто ничего не купит а вот никто ничего не купит может быть шива максимум будет какая-то от дарксира это непонятно во что будет выходить у нас так вот вард нашли разбили хорошо то что варды получается находить хорошо что их видно на stalker просто это привет инессу нужно передать на первом интернешнале и этот пред году нужно передать а не то не то есть вот просто так купей раз-два-три и это минус купить и это хорошо вот прям тут же что он драться будут драться будут драться а и г на сбежать сталкер сделал байбай пайлайдай нашел фира пайлайдай нашел фира и пайлайдай это больно бьет слушай он сейчас просто ничего не сможет сделать кул фит артизи просто не бегает он бесполезен и не бегает и не бьет и ничего но даем джану анонимов но много торнадо юниверса почти цепанули будет догонять и будет догонять и у него еще есть блин энди связал юниверса и от ее ул от инвокера вчетвером продолжают забирать здесь юниверса это еще один минус минус 3 конечно с байбэком поэтому по деньгам не слишком опять-таки байбэк хорошо все красиво ничего уже пупею не надо у него есть аганим все уже ничего в этой игре ему покупать не надо да плюс-минус какой-нибудь утилити артефакта ля там solarcrest алибарда вот что-то алибарду потом на свы надо брать но в итоге сейчас надо заставлять делать байбэк артура но не будет дарксира заставят сделать конечно должны заставлять дарксира не будет все равно вот байбэк и просто отходят лапорги да еще побьют т3 артур сделал байбэк артур понимаешь со следующих несколько минут у него байбэка не будет и что какой-то сильный артефакт им купить опять-таки не выйдет откуда это мания драться без блэкинг бара у артизия не ногу у него было бы кого они быстро убили надо было уйти да просто разбежаться вы там нажимаете кнопки пугаете вот создаете какую-то шумиху и просто рассасываетесь под этот шум тем более тем более что stalker сделал байбэк понятно что он еще свернется а вы уже все потратили и героев опять 5 а у вас половины скиллов нет и в итоге мы видим при он да кстати очень классно запакован тоже тут барабаны майл что он вообще шикарен просто блинком еще и вололинка очень да классно смотрится ну вот пользуется этой фишкой с наличием собственного вижу на и с отсутствием вижу на противника вся вот эта мобильность она только плюс идет бегает еще виха пир пытается найти его выделили пей видят пиро пиро засолил пил блин кау тут катывается еще кто-то там поймали у нас купе я пупе я не не поймали папа и жужжал тортизе и аугилу общественного кбшечку-то развести там тем временем вы посмотрите что творит мизери мизери творит то что он должен творить мизери что-3 а там надо сбивать там надо сбивать телепорт и всем так поймали боже как быстро закончится пола и да это не суть важно тут падает и 3 начинает падать бараки и envy envy не дает артуру ничего сделать и надо гнаться и на вина догнаться есть сюда это пиро мизери и пепеди будут пытаться здесь развлекаться да да рука слишком много экшена мизери пытаются здесь забрать есть монобёрт же сварла ставится но там бракта упал потом погоня погоня поймать сума и я торнадо в никуда и надо убивать хотя бы сумаила ничего тут пока не сделать отлично подсасывается сумаил сейчас кенви виху тоже прогоняют виха сейчас закончится боковая сейчас будут бласты ветра бласты и так далее разделилась драка просто на 6 мини драку и блин будет ведь у свена он ведь пойдет дальше артизи он же псих да он идет дальше что нибудь виха очень быстрый виха два удара раз два и еще один удар фантастика и на развороте он будет гнать его на развороте форгет форгет свой бьет все дела да артизи его переманил натравил на инвокера не могут его бить или просто улетает сумаил дикрепефаем по сути и тут прилетает внезапно у нас файлайда избривает от того и погоня от энви боже что происходит слушай ну надо бежать егэ потому что их уже просто меньше и все их двое на пики умер все забить можно было на него гнаться все-таки за артуром до конца но решили все-таки забрать ппдн в даблкил ухтыж какой фестиваль у нас тут упал барак барак упал очень важный момент и денег заработали здесь еще секрет преимущество уже в районе 20 тысяч и по-прежнему мы ни разу толком-то и не видели как дарксир со свеном дают за ними на первой карте тоже не было не было как будто разучились играть просто вот и все не секрет тоже молодцы и у фуриону тяжело где-то выцепить одного инвокер очень мобильный и эмбер который постоянно тестирует так что тут у нас них заходит не будет воровать воровать не копает двоих а что дальше просто импейл по обоим минус 2 кора сразу же год лайк еще и сбивает 1200 плюс 600 это просто на 2 тысячи голды горит вышка вы против фуриона как же часто с ленви снесет здесь бараки против фуриона устоять будет очень сложно да и даже не снесенным бараком фурион снесет сколько там денег свой заработал это просто жесть какая-то на учат сразу же отцать хорошо муча от очень хорошо у ее арту артур артур держись живи хороший карапас и хороший импл а он не попадает на нем висит крепим фир беда есть огонь ему фира кстати хороший очень огонь и боже какой замес пошел на 3 решающей карте замес именно тот которого все ожидали однокалиточные игры тут явно никого не устраивали невероятно крутая игра просто невероятно и смотри опять жук опять жук он опять примерно копать слепую ходится энви но фир решил так просто порыскать немного не нашел а теперь пур фир может превращаться еще в большую кучку в люркера в люркера большого большую кучку люркера может превращаться в люркера и делать дела сейчас я чувствую эти два наших зрителя из первого которые знают такие люркеры пупей пупей подставляется пупей дэзвард пупей погибает здесь пупей да это минус пупей нельзя все нельзя уже намного уже нет ничего нет дэзварда нет правда энви энви ну нельзя же так делать энви молоток туда же джеки джеки куда же ты лезешь но джеки уводит прицел потому что смотри что происходит на базе они не успеют бирюзовые точки они очень сильно напрягают бирюзовые точки с агонимного ульта фуриона это конечно не прикольно но бирюзовые точки не настолько опасны как очередная смерть энви ну а вот тут я бы поспорил потому что на длинной дистанции на в долгосрочной перспективе эти бирюзовые точки посильнее выглядят потому что бараки то падают на топе уже почти барака не осталось рейнджового октари но инвокера совсем боевой инвокер получается но без хикса пока что денег у него пока еще почти 2000 так что я думаю хекс он тоже относительно быстро получит что побежали дальше мне кажется что нужно вообще не останавливаться команде егэ как только они начинают творить вот этот супер-экшен фрёк залетает боже фир они двое стоят вместе вместе копнуть фир может одного копать двоих двоих копает тут же касочки полетели увихи высасывают жизнь и временем пугна мизри мизри успеете хоть что-то сделать мизри 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 долго встань и опять его нету боже они по очереди все мрут как мухи на окне да конечно егэ чего-то совсем поднажали мне кажется секрет просто растерялись от такого быстрого темпа то есть их никто не трогал они спокойно везде фармили а тут там поймали там поймали там поймали просто пошел какой-то лютый и заставят заставят делать будет посмотреть 10 тысяч боже если гэвы выиграть эту игру это будет вообще по моему самая невероятная игра в истории ладно там были на мажора на мажора это был читинг про эту игру мы не вспоминаем так пошла пошла атака на т3 а надо делать бай байк мизри будет в любом случае то что скорее всего вот мажор смайл заливает заливает дальше дальше ему надо будет это делать постоянно ему надо будет это делать и ппд чтобы еще стоял над сумаилами сумаила хилял сумаила здоровичка то заканчивается сумаилович ты сейчас умрешь друг распространая дай ультанулу было бы очень жаль что ульта нету артизи бьет барак санстрайк запрыгнул энви живой артизи просто в тупую убивает бараки уходит отсюда сумаил хексия сумаил а боже какой речь подкопа бешеный сумаила бы убить по это сюда пайлайдая затянули пайлайдая там не убили прогнали торнадо и артур а бкб нет у него уже нет и проблемы по логе очень просто раскатит и просто-напросто убивает артура но барак забрал барак забрал это главное и байбеки есть байбеки у есть там еще кого-то гонят там еще кого-то гонят почти догнали а там жук улетел да 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 улетел жук так вот байбеки есть у свена у пугны у вич доктора вроде бы готовы сейчас рожать с егэ но они упускают сейчас рошана также энви старается проиграть эту игру для своей команды ничего у джеки не получается два разы уже настолько красиво джеки сделал все для команды егэ но никак никак не пользуются и друзья слушай но можно собрать себе тоже что-то хорошее толковое и не знаю это может быть конечно как и мкб для усиления урона до энви может быть может быть скади вообще он себе купит скади хорошее решение линка хорошее решение это тот самый случай когда я просто молю молю энви пожалуйста купи что-то то что ты обычно покупаешь не покупай дэмэдж дэмэджа хватает у твоих тиммейтов просто живи спасибо что живой как чудесно был кинуть отмена я запрыгнула universal летел хорошо а байбек есть от артура там внизу серьезный караван крипов подошел забирает украсть пугна дурак сиро и универс классно может сейчас тут всех выформить капуста так что там интересного универсал я придумал идея на миллион пеньки капусты качаны капусты блин я знаю нас вот потом кукуруза я знаю нас смотрит много воркшоперов реально нужно давайте сделайте нам капуста что бегала но это и те которые агонимные чтобы они были такие синие к снеголовная капустой капуста капуста различал гениально это реально гениально ладно продолжаем хуже то равно не будет заглазал вилат первый день мажора а потом только бац 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 все подряд так же и тут не ну пока ладно давай опять игре 41 минута у нас идет вообще ничего не понятно влад мир появляется у ппд отличный артефакт блин появляется у вихи а вместо чего им блин куда он его денет а у него айгистом у него просто гида валяется так вот у darksir а hex есть это очень круто с блинка xx а можно неплохо инициировать и того же и мы можно нормально цепляет что кстати хорошо очень больно и как долго взрывается fir by the day по допустим поднять и может быть даже успеет уйти отсюда биха 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 бежать 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 бежать, стенка БКБ, закончилась Миха, Плинка, нет, у него кекс. У него вторая жизнь, у Михи, не забываем про вторую жизнь, не забываем ЕГЭ, самое главное, что... А что ты будешь делать с этой жизнью, там только сплит, только сплитить, но Бараки уже потеряли, на Бараки пофиг, надо забрать им Бокера. Да ладно, Миха еще и пласт, но не пойдут за ним, Пупей подставляется сам, тут Пиньки, Глип и Энви, Энви сносит Бараки, боже, Миха в итоге Оегис разлетает на сторону Сумаила, это живой Пупей идет в соло, просто-напросто убивать Сумаила, Сумаил бежать, тычка залетает, Сумаил! Сумаил умирает, есть у него байбэк, прогоняют Эмбер Спирита, стоп, Ахеакс, пошел, должен быть еще, МПЛ, копают, Этернал и Энви, хватит ли урона, молоток, и это фраг, но внизу, 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 горит все. Мизри снизу, Мизри снизу, БКБ купил Энви, красавчик, Энви купил БКБ, Мизри сносит Барак, уходит от ППД подальше, блинки и просто растягивание команды ЕГЭ, но это невероятно крутая игра, 42-я минута идет, просто шикарное завершение серии полуфинальной, напомним, победитель выходит в финал Виннеров Мейджора, где сыграют завтра против Team Liquid. Это, я так понимаю, топ-3, да? Это топ-3, это гарантированный топ-3, и ЕГЭ, и Сикрет у нас были в топ-3 на прошлом Мейджоре, мы напомним, Liquid новички, Liquid вообще не играли на прошлом Мейджоре, на этот они отобрались с квалификации и уже в топ-3, ну и есть еще одна команда, которая была в топ-3 на прошлом Мейджоре, ее вы увидите сегодня ближе к вечеру уже по времени европейскому и ближе к ночи по времени местному шанхайскому. Это OG, OG сегодня играть против Fnatic. Да, ну и вот он, Жук, на очередной охоте. Найдет ли он кого-то на этой охоте? Точно нам показывают, что еще гем и у сталкера есть, так что ребята друг друга, если спалят, Жуку, мне кажется, будет более неприятно. Ну, ночи на дворе пока еще нет, но до нее осталось всего ничегошеньки. Вот, кстати, сейчас ночь и теперь у Жука проблемы. Увидел, увидел Мупей, тот же Маяки, Энви Маякует, сидит на таверне и Маякует. Ну, БКБ купил, сейчас будет проще. Вообще отпушены хорошо линии сейчас у EG, поэтому они имеют возможность так далеко забежать. Да вот пять тысяч почти у Свена, у него кулдаун на байбеке, поэтому ему пора бы уже что-то сожрать. Либо надо скушать сейчас Муншард и приобрести Daedalus, я понимаю. Да, либо Daedalus, либо Daedalus, мне кажется. Либо Сатаник. Так, это Сумаиловский Бойтстоун, а что он будет делать с этим Бойтстоуном? Он будет делать Хекс. Да, тоже Хекс, тоже все верно. Маск, Хексы, контроль, ловить людей надо. Хексов мало не бывает никогда. Это факт. В лейте Хексы, они дорогого стоят. Почти десять тысяч отыграли и опять пять потеряли. Ну, игра по-прежнему идет, и это самое главное. Ну, вот Даркнесс, главное сейчас под этот Даркнесс не встрять. И кажется, встреет Жук. Жук, Жук. Подняли ветра. БКБ тут же. Санстрайк, Фир. Это будет минус Фир. Да, это минус Фир. Юниверситенко, стяжки нету. Фир байбай тут же делает. ППД успел потанцевать немножечко, но очень мало. Энви и два живой в БКБ улетает отсюда. Бежит Артизи. Артизи, кстати, даже еще ничего не нажал. Они не знают, они не знают, что он там. Они просто не в курсе, что он там стоит. Энви. Боже, боже. Энви, Энви, Энви. Что ты делаешь?! Этот Вилат сгорел, несите нового. Вообще, я не понимаю, что он делает. Он прыгает в четверых. Кстати, Сталкер хорошо выходит Но Сталкер тоже на троих нарывается сейчас И его тоже могут принять Замечательный Саундстрайк от Энгокера Как же разыгрывает Виха Виха просто царь И если бы, мне кажется, не его вот эти нереальные мувы Эта игра была бы уже Она бы уже закончилась давно Да, да Юниверс топ отпушивает Пеньки продолжают бить брак Рапиро Сахтур Рапиро Это просто-напросто уже вот все Олэйн Олэйн от Артура Ну и посмотрим Если ему дадут возможность бить Хотя бы 2-3 удара сделать Все будет окей Да, под ГДСом это будет добрых тысячи урона Да, под ГДСом это тысяча урона Ему нужно действительно 2 удара И вся команда Сикрет будет мертва Да, именно так Ну, теперь уже мы понимаем Что ЕГЭ сделали полное что Сделали полностью ставку ЕГЭ Сикрет тоже прекрасно понимает Что им надо просто по миду затолкать И одну драку выиграть Убить двоих Да, топ пушится И нижняя линия тоже пушится Огромные проблемы у ЕГЭ У них у Жука нет байбэка 30 секунд еще в эфире не сможет выкупиться Ой-ой-ой, Артур, Артур Артур, Артур, Артур Артур вот так вот с рапирой выходит дефить Ты же не Энви Будь осторожен Так, ну тут Т3 уже, кстати, почти упал Вижен есть Тяжело отбиваться Много пеньков Очень сложно все Ну и Артура тут надо сейчас просто-напросто Всей Америкой хилять Когда он будет прыгивать Да, да, Артура придется спасать Ничего не скажешь Пеньки просто заполоняют все Тележка не дострельнула немного 19 хитпоинтов Встает же, Энви забирают Если бы его сейчас хексанули и убили Я бы встал и вышел отсюда просто Куда-то вот окно Там не было Жука с Карапасами Да, там не было Жука Еще один хекс появляется на этот раз с Сикретом Хорошо Вот есть Фир живой Просто два барака осталось в команде И все С мега-крипами будем реалистами игры Не выигрываются Смотри, смотри, поднесли Используется этот смоук Пеньки это видели, по-моему, нет? Да нет, нет, вроде бы не должны были заметить Но когда у тебя база горит, никто не дефит Это по определению подозрительно Ну да, да, то есть тут смоук, в принципе, не особо нужен был Егэ, наверное, не стоит никуда вообще отсюда уходить Им надо ждать, пока придет Сикрет Ну а есть вероятность того, что Сикрет могут пойти еще по фарме А Сикрет их просто вот сделают убийство ложкой Вот это долгое, нудное Да, да, Пурион Но они его сделают Есть Пурион, есть Эмбер И они будут просто с тревелами вот это летать И творить чудеса просто-напросто постоянно Да, у Фуриона, кстати, тоже там денег очень много Должен появиться Мьелнер, наверное Скорее всего И плюс что-то еще Ну тоже Хекс, возможно Тревелал левел 2 А может быть Ол-Ин? А может быть Ол-Ин на размены? Бейз-рейс? Бейз-рейс с Рапиросом на Свойне Это хорошая идея Там Т3 уже нету Ну вообще, да, вообще можно попробовать просто добежать в трон И в принципе Это, возможно, действительно одна из лучших идей Тем более есть Хексы В общем, драться есть чем Так, что там Леон Леон с Гастом, кстати Неприятно Ну вот байбеки нам показывают Есть у всех игроков команды Сикрет Поэтому даже если ты на базе сможешь с ними как-то разобраться Придется два состава разбирать На большом экране показывают сплит-скрин Просто на одну часть здоровенного экрана лицо Ортизи И на второй часть игру Тут действительно знают Кого-то поймали Пайлайдай Ну это неважно Пайлайдай это не считается Хотя его 70 секунд не будет Слушай, ну без байбека Вот это неприятно Кираса все-таки появляется у Фуриона Решил сыграть немножко на команду Правильно Ну Хекс тоже был бы артефактом на команду На самом деле Что-то новое ты тут уже не придумаешь Но опять-таки мы понимаем Что уже и могут и Сикрет сами понимать Что все может закончиться элементарным бейзрейсом И там Кираса пригодится очень даже сильно Пойдут ЕГЭ Как бежит Как бежит Боже, Артур Скушенный муншард Второй тревелап Блинк Да, нету критов Но есть Рапирос Рапирос по сути и заменяет эти самые криты У тебя каждый удар Крис Там заходит Заходит Ой, боже Я уже перепугался Что Мизери заходит Но понял, что это там дейтит у нас Остался Юниверс Да Ир на топе Хорошо охраняет сейчас Джук Он понимает, что Хурион где-то вот в этой локации Зачастую появляется Вызывает Пеньков И отправляется назад И не получается поймать Хуриона Допушили центр До базы противника Но тут ты посмотри Просто огромная тьма Пеньков Артур, конечно, прилетает Разбирается очень быстро Но мы знаем, что это здание Оно не регенится Рано или поздно Я это знаю, как никто другой В мире доты Да, да Именно так Поэтому Я могу много чего про него рассказать За это здание Да, 28 на 20 50-ая минута Третьей решающей карты у нас идет Ну и как оно будет Тут Самоил, видимо, тестит, как культ работает Говорит, блин, не знал Прикольно И анимация интересная Да, действительно И смотри Двое Трэвлов второго уровня Также появляются еще и у команды Сикрет Кажется, все готовится к этому К веселью Все готовится к вот этому бешеному моменту Который мы всегда обсуждаем на аналитиках На трансляциях Когда вот ему надо было в тот момент Да никто ничего не понимает Все нажимают кнопки и тупо месят все, что стоит вокруг Там просто такой трэш, как размены тронами на каких-то интернешналах разнообразных Ты действительно не выкупаешь, что у тебя четверть секунды для принятия решения Или ты бьешь трон, или ты не бьешь А если ты будешь делать Бью, не бью, не бью, не бью, не бью Ой, а давай сделаю телепорт, потом наполовину отменил Ну, и потом бежишь на базу без телепорта А Энви вам много про это может рассказать И четвертый интернешнг Сатаник появляется Сатаник Артура, хорошее решение, кстати А у него Доминатор тоже нужно как-то эволюционировать потихонечку Ну да, да Слот просто терять не хочется Естественно, Сатаник вполне логичное продолжение Отличное решение, я тоже сказал Оно защищает пока свою базу Защищают как могут ее ЕГЭ Получают там в очередной раз по лицу Хлестки такой, плёточкой Хуриона Аганиму Вичдоктора Вот это тоже круто На Вичдоктора теперь тоже необходимо обращать внимание Да, он будет бить Если ты действительно будешь влетать И просто там как-то стоять, не знаю, закрывать спруты и бить руками То от тебя будет Дезвард болеть, так что ого-го И все, кто вокруг Ну все-таки 18-го левела Вичдоктор как ни крути У нас же все-таки гиперлейт сейчас У Энви очень слабый Эмбер Он такой, да, вот этот даггер и БКБ Оно пока немного портит Он просто без БКБ он ничего не сделает Да, это для того, чтобы выживать Он купил эти артефакты Минус Сатаник Да, Сатаника три минуты не будут Осторожности нету никакой абсолютно у ЕГЭ И две минуты до конца действия Эгиса Я это невероятно важно Сейчас зрителям Китая показали, что там был Сатаник И это... Ой-ой-ой И, кстати, хотел я напомнить про Линзу Пугни Но сам вспомнил Сумаил Возможно, ему кто-то там тоже немножко подсказал Ну что? Что пора бы иметь такой артефакт Там жду заходить Сикреты Или ЕГЭ надо прямо сейчас врываться и с кем-то драться Но их будет растягивать Форгиды бьют Форгиды под Алакрити бьют Ну вот и по чуть-чуть Ой-ой-ой, ты посмотри, как там Артура пробивают Так, ой-ой-ой, Артур Артур, Артур Артур надо ему как-то дать пожить Артур и БКБ потрачено Пайлайдай одного убьют БКБ потрачено А там Виха вроде бы неплохо воюет Да, Виха забирает брак мега-крипов И на топе тоже, ба, загорит на топе Энвис пытается забрать последний барак Но тут приходит Юниверс Пытается спасти Энвис Первый раз, второй раз умеет его убить или нет? Пока мега-крипов еще нет Пока еще могут пытаться Дефицца как-то ЕГЭ Улетает отсюда Эмверсбирит Дефицца, потеряли Никса Забрали Аэгис, забрали Пайлайдая Забрали Мизери Заставили того, сделал байбэк Один барак остался у ЕГЭ Кстати, отсутствующий байбэк на Фурионе Это хорошая штука Опять Сумаил, он на этой пугне непонятно чем занимается Только что был момент, когда убивали Свена наверху Он в кого-то присосался То ли во врага, то ли еще что-то непонятное сделал Я не увидел, как Свена заливали Вот в чем дело Но Свен там, он то ли БКБ нажал Черт его знает Нет, Свена сначала били-били-били Он потом нажал БКБ уже после Хигса И после всего Скади Скади появляется Хорошо, вот тут одобряю Одобряю, Энви Ты молодец Это правильное решение Так Здесь Артур Ой, как же больно тут Артизи Да Сурдж, конечно, спасает достаточно сильно А вот, а Сталкер просто бегает Он видит абсолютно все Рефрэш Мизери Ульт-рефрэш Ульт-рефрэшер Ульт-рефрэшер Неприятно Да, Рефрэшер, конечно, очень сильно выглядит Это сильный артефакт, как не поспоришь Ну и на грани поражения ЕГЭ На грани были там в нижнюю сетку Не с турнира на поле Второй рапирос у Артизи Артур, Артур Ну теперь бейзрейс Вот теперь просто идти по миду Все, это единственный шанс Просто по миду Артур Связали Артур стоит Вместе с ППД Остальные рядом Артур БКБ прожал Энви Не знаю зачем Он психанул немного Артур все еще имеет БКБ Пошел резать крипов Артур Очень больно крипов Вообще к Артуру лучше вообще никого не подводить Ни крипов Никого Так, нам показывает Артура Боже, ну вот На топе сейчас Под конец во время так Пайлайдай Сумаила хиксанули Энви Энви тоже в хиксе Закончил за хексу Энви Фир закопался Там тем временем Пайлайдай уходит Полетели пласты от Вихи Фир живой Все живы абсолютно Артур переживает абсолютно весь движ Там тем временем Бараки горят Барак, барак Фантастика какая-то происходит Да, ЕГЭ отступают Они будут драться против мега-крипов Да, они будут Не смогли Мега-крипы Пипеди, Пипеди поймали Пипеди могут убить Нет, не решают убить Пипеди Сумаил подвигает на форму Сатаник Виха, 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 Виха Нужен еще удар один Хотя бы сюда летит сюда Товарищ Артизи Убил Все, по миду По миду И до конца Просто до конца Нужно давить Байбеки есть У всех Кроме Сатаник долетел Сатаник долетел Две рапиры Они могут выиграть эту игру Это будет бейсрейс Это будет бейсрейс Два тир 4 То, что отделяет Не бить барак Не бить барак, Артур Никто не будет ничего Бить будут просто Сейд Артура Что ты бьешь Что ты бьешь, Артур Бей издание Бей издание Бей всех Артур связали Артур, БКБ Станк Пупе Его просто пеньками закрыли Героя с двумя рапирами Закрыли пеньками Это просто жесть Две рапиры Все залетает Никто не прогрыз Нечем сломать Не было вакуума Не было ничего Потеряли рапиры Есть байбеки Добивают Сумаила Тут падает Т4 Пир пытается что-то сделать ГГВП Секрет Боже, нереальная игра Невозможно Герой с двумя рапирами Закрыт с прутами Это просто грязь Вакуум Что-нибудь Пожалуйста Туда Как-нибудь Сломайте Это сделайте Боже, радость Секретов Их все хоронили После их выступления На ВЦА После того, как они не вышли Из группы на ВЦА После того, как они ужасно Сыграли на Старладере Ну не ужасно Но плохо сыграли После того, как они на МДЛ Снострадались В эту команду не верил никто Вот он Артур Он старался Но никто не сломал ему деревья Артур играл отлично Артур еще себя покажет Но ты не можешь Одновременно прожирать деревья И иметь дверь рапира Это невозможно Не можно было бы купить БФ на самом деле Но это уже Это слишком сложно Все нюансы На самом деле Секрет молодцы И хитро в на сцене, конечно же Да, да, да Очень, очень, очень Крутая игра получилась Да, они безошибочно Играли ЕГЭ Секрет, как я уже говорил раньше Я еще раз скажу просто Что действительно Действительно Секрет сегодня играли Чуть лучше О, ну что Как конкретно Шла эта игра Вам